Вот гармошечка. Немножко здесь пришлось отступить от плана. Здесь я хотел, значит, обешумить левую механику. Шумку я не проложил, но с механикой поработал. Ну да ладно. Основное время было делено настройки инструмента. Специально для Эльвира я продемонстрировал то, что здесь ничего не гремит, никаких зацепов, всего такого рода. Поэтому сразу по приезду гармонь нельзя брать. Гармонь можно брать, играть на ней нельзя, то есть иначе будут зацепы, поэтому пусть отогреется в зависимости от погоды. Ну 4-6 часов пусть отогреется и тогда уже можно будет пользоваться. Субтитры сделал DimaTorzok Есть такие обращения, как подстроить гармошку. Думал, 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 думал я и, так сказать, народилось такое понятие, как профилактическая именно настройка. Это своего рода чистка по звуку. То есть есть расстроенные ноты, звуки, давайте так говорить, расстроенные звуки, которые режут ухо прямо вот-вот-вот. А есть, ну вроде все как бы нормально, да, играешь и, как бы, ну вроде ничего, но надо бы, надо бы весь инструмент именно по звуку его почистить, да, провести, значит, комплексное обслуживание, но звука. Именно, как правило, конечно, в целом инструмент становится собранный, я имею ввиду звук, инструмент по звуку становится собранный, чище, ярче. Сложилась определенная система, именно вот, что касается поднастроить инструмент. То есть есть профилактика гармонии, здесь мы убираем то, что режет ухо. Да, там, три нотки, три нотки, четыре, пять, там, да, ну может быть где-то там, в зависимости от работы, ну до десяти, до десяти голосов, я имею ввиду. Вот, и значит, а здесь уже профилактическая настройка, именно настройка. Как она производится, то есть, ну, как я это делаю, как я это, ну, какая система. Если, если это цельнопланочная гармошка, зачастую это так. Естественно, я снимаю планки, прогоняю на столе. Здесь уже, почему надо снимать? Потому что всякие всевозможные там зацепы, где-то налет, где-то клей, где-то чего-то как-то, где-то выровнять. Голос звучит, но не ровно в окошке, в проеме. Либо проем там немножко, значит, надо уменьшить, да, так сказать. Эти моменты важны. И для чего это еще? Внутренние залоги, как правило, я вот не помню фотку, судя, нет, как правило, они отвисают. Это тоже влияет на звучание. Допустим, на басовом резонаторе голоса большие, амплитуда колебания больше. Где-то надо переклеить, опять же, эти залоги, где-то усилить. В общем, в этом заключается профилактическая настройка. Ну, естественно, если надо, наклепать. Что касается этого инструмента, сейчас, как она звучит, мне нравится. Поэтому мы ее будем высылать владельцу. Работа делается с учетом пожелания владельца. То есть, если что-то критичное, значит, звонок, созвон и решаем, значит, вместе, насколько это важно для инструмента. Исходя, опять же, из предпочтений, да. Потому что... Потому что те люди, которые действительно играют, у них в хорошем смысле мало требований к инструменту. То есть, те люди, которые играть не умеют, либо только начинают, либо уже какой-то уровень есть, там, по одной нотке, по две, они больше слушают непонятно что. Берут эти тюнеры, там, в телефон скачивают и вообще даже не понимают, зачем он нужен, этот тюнер. И для чего. Поэтому те люди, которые играют и поют, особенно если поют, у них больше понимания, как инструмент, ну, что касается гармошки, должен звучать. По-любому она, если где-то врет, это даже ей в плюс. Где-то на баянах такое возможно. Но, опять же, это для того, кто и играет, наслаждается звучанием своего инструмента, а не просто сидит. Так, так, тут где-то что-то побежало, поскакало и сидит, тянет. Ну, это вообще полный бред. Это полный бред, тут. Инструмент, он, чем ты больше занимаешься на нем, играешь, разыгрываешь, тем он больше тебе отдает, тем он лучше становится, только лучше. Хуже нет. А если мы будем слушать, сегодня холодно, завтра жарко, взяли гармошку, сегодня она так играет, там, чуть температура поменялась, чуть кожа там стала немножко по-другому все вести, я имею в виду залог. И все, и все, надо бежать, скорее сломя голову, что-то там настраивать. Бывает просто, даже после настройки. Человек там приехал домой, ну, неважно, вот даже я сам настроил, все, вроде нормально, день нормально, два нормально, три нормально. Потом раз, где-то что-то там зацепилось. Может, пылинка там попала, может, еще что-то. Посильнее потянул. Посильнее потянул пару раз. Он сам уйдет. Или видишь, что если мех разводишь слабо, появляется какое-то биение там, да, выходящее из звукоряда общего. Посильнее потянул, оно нормализуется. Ну, значит, надо подразыграть этот голосок посильнее. Удели, блин, полторы минуты. Все.